Детский больничный комплекс в Комсомольске-на-Амуре достроят в 2023 году. Об этом было заявлено во время визита в город сразу двух вице-премьеров российского правительства Марата Хуснулина и Дмитрия Григоренко. Они осмотрели главные стройки Комсомольска и побывали на предприятиях города. С подробностями Антон Петрович. Один из комсомольских долгостроев – городская набережная. Здесь уже сменился не один подрядчик и сроки окончания строительства несколько раз переносили. 2021-й не стал исключением, хотя частично набережная все же будет открыта уже в этом году. Строители обещают закончить работы в районе прогулочной зоны. Это так называемый третий этап реконструкции. Оценить обновленную набережную горожане смогут уже следующей весной, когда здесь заработает пешеходный фонтан. К сожалению, в этом году из высоких паводков не все удалось сделать. Значит, только первая очередь будет закончена, еще вторая и третья очередь. Рассмотрели графики строительства, посмотрели возможность ускорить с 2024 года, как минимум на 2022-2023. Детский больничный комплекс в Комсомольске начали строить еще в 2017 году. Но затем из-за ошибок в проекте объект пришлось заморозить. Выяснилось, что проектировщики не учли стоимость медицинского оборудования, и проект подорожал на несколько миллиардов рублей. После недавнего визита в город премьер-министра страны Михаила Мишустина было подписано постановление правительства о выделении с федерального бюджета трех миллиардов рублей на достройку комплекса. Мы договорились, что в ближайшую неделю будет утверждена дорожная карта с датами ответственными, финансированием, соответственно, по которой будет идти достройка. По словам Михаила Дегтярева, строители должны закончить работу 1 сентября 2023 года. Еще несколько месяцев уйдет на получение лицензии, подбор персонала и врачей, установку оборудования. После этого детский больничный комплекс в Комсомольске примет первых пациентов. Антон Петрович, Телеканал «Губерния».